Здравствуйте! Вы смотрите журнал происшествий. Алкоголь убивает, из-за него людей садят в тюрьму и даже подсаживают на наркотики. Сегодняшний выпуск прямо пропитан горячительными напитками. Однако мы расскажем не только о ЧП, связанных с ними, но и подскажем, что нужно делать, если случайно вы разбили бутылку в магазине. Но обо всем по порядку. В Рубцовске полицейские обнаружили целый подпольный завод по производству спиртных напитков. В антисанитарных условиях на самодельном оборудовании в цехе изготавливали водку, причем с размахом. В день могли производить до 700 литров, продавали суррогат в Рубцовском и соседних с ним районах. По данным оперативников, незаконную деятельность спиртовары вели около года. Оставаться нерассекреченными позволяла хорошая маскировка завода среди складских помещений. На магазинных полках отличить подделку от настоящей продукции тоже было сложно, ведь на бутылки клеили качественно нарисованные акцизные марки. Всего изъяли более 6000 литров спиртосодержащей жидкости. Изъятый алкоголь помещен на специализированный охраняемый склад. Образцы спиртосодержащей жидкости были отправлены на исследование, которое определит, представляет ли производимая водка опасность для жизни и здоровья граждан. По результатам исследования будет принято соответствующее процессуальное решение. А тем временем три изрядно выпивших человека умерли в Алтайском крае, причем в отделах полиции. Сюда их доставили правоохранители из-за появления в состоянии опьянения в общественных местах. Все случаи произошли в разных населенных пунктах нашего региона и в разные дни. Пока сложно сказать, что явилось причиной их смерти. Некачественный алкоголь или что-то другое. Это сейчас выясняют следователи Следственного комитета, которые проводят проверки по каждому случаю. Его нет дома уже почти год. Полицейские краевой столицы ищут 29-летнего Бориса Плотникова. Он исчез в апреле 2013-го и до сих пор его местонахождение не установлено. Приметы парня. Рост 170-175 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые средней длины, был одет в костюм защитного цвета и темные кроссовки. Если вам что-либо известно о разыскиваемом, сообщите сведения по телефону в Барнауле 391-132, 391-195, 391-161 или 02. При покупке вина курительная смесь на закуску сотрудники наркоконтроля задержали в Барнауле группу торговцев с синтетикой. Жена организатора незаконного бизнеса настолько увлеклась продажей запрещенных веществ, что не останавливалась, даже находясь на основном месте работы. В виноводочном магазине она отпускала не только литры горячительных напитков, но и граммы курительных смесей. И похоже, клиентов у нее было немало, ведь торговая точка располагалась рядом с одним из алтайских вузов, студенты которого, вероятно, заглядывали сюда на огонек нередко. Конечно, чаще всего покупатели приходят в магазин за товарами, разрешенными законом. Однако ЧП может произойти и в этом случае. Например, вы пришли в супермаркет и случайно разбили бутылку. Что делать? Нужно ли за нее платить? Ответим на эти вопросы в разделе «Правовой ликбез». Сразу же нужно оглянуться по сторонам, посмотреть, есть ли скользкий пол, есть ли расстояние между стеллажами меньше, чем 1,4 метра, то есть это положено по ГОСТам розничной торговли, такое расстояние между стеллажами. Если близко стоят бутылки, вы с трудом там проходили между стеллажами. Когда администратор вам предъявит претензии, требуйте жалобную книгу, все это описывайте в жалобной книге, требуйте составления акта порчи товара, в котором, опять же, укажите все эти причины и заявляйте о своей невиновности. После этого, если не успокоился администратор, если не извинился и не отстал от вас, то тогда требуйте подачи на себя в суд. Скорее всего, никто на вас суд подавать не будет, потому что судебные расходы напугают администрацию магазина и прочее. То есть это все-таки не соразмерно со стоимостью бутылки в любом случае. То есть я думаю, что ваши проблемы на этом закончатся. К сожалению, нам не дано знать, где найдешь, где потеряешь, ведь пророки встречаются редко. Однако бывают ситуации, развитие и исход которых предугадать легко. Стоит только включить логику. Давай, колоти. Висит-висит сосулька, а под ней тротуар, проезжая часть с автомобилями и светофор. Похоже, прохожие сразу смекнули, что трехцветному сейчас не поздоровится. Возможно, догадывались об этом и крыши-очистители, но они нашли лучшего выхода, чем продолжать сбивать сосульки. Ооо, вот это номер! А как рисковал внедорожник и угрозу, нависшую над ним, понимал. И красный свет не давал ему покинуть опасную зону. Можно сказать, светофор спас машину, приняв удар на себя. Пусть и вас не покидает удача, особенно в наше весеннее скользко-сосуличное время. Берегите себя. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова